Всем привет! Это Сладкий Персик. Сладкие новости. Я Юля, там Женя. Поехали! Деликатесы из российского региона вошли в дополнительный рацион космонавтов. Все мы знаем, что командировки в космос очень длинные, и космонавты, естественно, очень сильно скучают по земле и по дому. И поэтому для них делают специальную еду, к которой они привыкли на земле. В основном это еда сублимированная или в форме консервов. И вот Целихардский рыбокомбинат сделал деликатес для наших российских космонавтов. Это ряпушка, сырок и пыжиян в томатном соусе. Мне кажется, что это вообще классный пяр для компании. Они и космонавтов накормили, сделали полезное дело и о себе заявили. А наша ряпушка-то в космос летала. Консервы, кстати, сначала проходят проверку, а потом космонавты их еще и лично дегустируют и ставят оценки. Круто. Летчик-космонавт, герой России Олег Артемьев отметил, что все космонавты поставили ямальской рыбе высший балл и добавил, что зарубежным коллегам тоже удалось попробовать деликатес. Кстати, у разных стран разная космическая еда. Например, китайцы любят свинину, поэтому большая часть рациона это свинина. У американцев бургер и индейка. У японцев это, естественно, лапша. А угадай, что у итальянцев кроме лазаньи пасты и пиццы? Вино. Почти. Они привезли на орбиту настоящую космическую кофеварку, которая варит вкуснейший кофе в условиях невесомости. В России с 15 апреля начался эксперимент по маркировке икры. В прошлом выпуске мы говорили о маркировке воды. Если не смотрели, обязательно посмотрите. И вот теперь новость про икру тоже прилетела. Что это значит для нас, как для потребителей? Что на баночках с икрой появятся QR-коды и покупать ее станет безопаснее. Потому что маркировка позволяет отследить все этапы производства. Например, в марте надзорные органы провели контрольную закупку и лабораторные исследования в сетевых российских супермаркетах. И выяснилось, что 80% икры производится с нарушениями. Это значит, что такая икра может или испортиться раньше времени, или ей попросту можно отравиться. Рынок икры, он черный, как сама черная икра. Там очень много браконьеров. Они вредят как природе, вылавливают рыбок, так и что-то там еще. Я забыла текст. Там очень много браконьеров, которые, мало того, вредят рыбкам, так еще и могут поставлять испорченную продукцию. Такой продукцией можно отравиться, умереть, заболеть и все такое. Поэтому маркировка – это, ребята, дело полезное. Гранд-сервис-экспресс запустил поезд в Крым с вагоном-столовой. Но все мы знаем, что в поездах есть вагоны-рестораны, и вот сейчас появился вагон-столовая. Чем он отличается? Ну, естественно, там цены ниже, чем в ресторане. Блюда уже готовые, стоят на витрине, соответственно, поесть можно быстрее, не нужно ждать, пока вам блюдо приготовят. Там есть микроволновка, бойлер, а еще еду можно взять с собой в контейнере и поесть ее в купе. Это пока тестовый вагон, он есть на рейсе Москва-Симферополь. Скорее всего, мне кажется, что он пройдет обкатку, потому что для поезда это реально удобная история. Мне вообще странно, что вагон-столовая только что появился, а не там 20 лет назад. Я вот все детство путешествовал с родителями на поездах, и сейчас их вообще видеть не могу. Но с каждой такой новостью мне все больше хочется на них прокатиться. Там даже душ сейчас есть. И, кстати, те, кто любит кататься на поездах, поставьте лайк. В Петербурге запустили пищевое производство под управлением роботов. В Яндекс.Лавке в Питере есть фабрика-кухня, которая производит готовую продукцию, готовую еду, и находится она на территории исторического завода «Арсенал». В 2020 году, когда производство только открылось, завод делал 300 тысяч порций в месяц. А сейчас, как пишет Яндекс, они делают 1 миллион 200 порций в месяц. Компания растет, они модернизируют производство, внедряют роботов, и это абсолютно нормальная история. Если сотрудник может за час делать 150 блинов, то робот, то есть станок, делает 1200. Еще интересно, в статье написано. При запуске в 2020 году мощность производства составляла 175 тонн, или 300 тысяч порций в месяц. К апрелю 2023 года производственные мощности увеличили до 350 тонн, то есть в 2 раза. Или 1 миллион 200 тысяч порций, то есть в 4 раза. Посчитали криво. Надеюсь, у алгоритмов, которые работают, управляют роботами, с математикой будет лучше. Ну, может, у них просто стали меньше порций? Уральские студенты изготовили ложку для людей с тремором рук. Наш любимый ЕКБ, он же Русская Силиконовая долина, там всегда что-то изобретают. И там проходил Всероссийский акселератор социальных инициатив RACE. Ну, почему-то он называется по-английски. Всероссийский, еще и социальный, а написано в латинстве. Ну, вот так вот и решили. Это конкурс для студентов, где их учат делать проекты в сфере социального предпринимательства. И вот одни студенты придумали очень, на мой взгляд, крутую штуку – ложку для людей с тремором рук. Вообще, что такое тремор? Это такая история, когда руки трясутся, и ты ничего с этим сделать не можешь. Это часто бывает у пожилых людей или у людей со всякими неврологическими заболеваниями. Ну, и, кстати, у моего оператора тоже иногда бывает. Зато когда я буду старый, будет удобно зубы чистить. Да, да. На самом деле это очень мешает жить, потому что человек даже не может нормально поесть. У него все из ложки просто вываливается. И вот ребята постараются решить эту проблему. Я надеюсь, у них это получится, потому что вещь, на самом деле, очень классная. Людям с такими особенностями от меня просто получи поддержки. В Екатеринбурге школьников будут кормить фастфудом. В меню столовых появятся бургер и пицца. Снова Екатеринбург. Диетологи и гастроэнтерологи, у которых только что задергался правый глаз, расхлопитесь. Потому что блюда только внешне будут похожи на фастфуд. На самом деле это правильное питание. Цитирую. Тесто для полезной пиццы готовится без муки, на основе творога или овсяных хлопьев. А в качестве начинки используются помидоры, зелень и сыр. Мне кажется, что это очень круто. И школьники нынешние поколения питаются точно лучше, чем мы в детстве. Мне даже страшно вспомнить, что мы в детстве ели, если честно. Поэтому вполне вероятно, что им такая история зайдет. Посмотрим. В школьной столовой Ершово обнаружили мини-бар. Эксперты Народного фронта пришли с проверкой внезапной в столовую школу номер один в городе Ершове Саратовской области. А не в этой или в школьной столовой печенье с пивом делали из прошлого выпуска? Нет, не в этой столовой, но тоже, кстати, в Саратове. И проверка выявила просто кучу нарушений, отсутствие маркировки, нарушение товарного соседства, несоблюдение санитарных норм, парадакт с документами и все-все-все, все такое. Но главное, что поразило проверяющих больше всего, это бар с различными алкогольными напитками. Цитирую. Такого за годы проверок мы еще не видели. Воскликнули проверяющие. Просто проверяющие не работали с детьми и не знают, насколько это тяжелый труд. Хорошая шутка. Но на самом деле это грустно. В школах такого быть не должно. Но радует то, что каждым годом таких школьных столовых становится все меньше и меньше. В Казахстане появился лейс со вкусом бешбармака. В сети активно репостят фотографии и видео пачки лейс со вкусом бешбармака, которая появилась недавно в продаже на территории Казахстана. Это вообще прикольная история. Мне очень нравится, когда крупные международные бренды подстраиваются под локальный внутренний рынок и делают какой-то уникальный продукт, интересный только внутреннему потребителю. У нас, например, в России у того же лейс есть чипсы со вкусом краба, шашлыка и соленых огурчиков. С шашлыком и солеными огурчиками это вот все понятно. А краб откуда? Мы вообще-то в России краб едим на завтрак, на обед и ужин. Ах, да, точно. Шереметьево анонсировал возобновление работы Duty Free с измененной линейкой продаж. Многие переживали, что Duty Free в шарике закрылся. Вот он открылся. Ура! В России возобновили внеплановые проверки из-за распространения АЧС. АЧС – это африканская чума свиней. Уууу, страшно. Но на самом деле для нас, для людей она никакой опасности не представляет, а вот для свинюшек – да, потому что она не лечится и от нее даже нет прививок. Поэтому болезнь может нанести большой урон сельскому хозяйству. Хочется пожелать фермерам, чтобы их поросята не болели. Рубрика «Милота». Владелец местной лавки в Турции подкармливает уличных собак. Посмотрите, какие воспитанные собачки. Они берут по одному кусочку и уходят, и даже не создают очереди. Вообще у турков нужно поучиться доброму отношению к животным. Да, да, да. Те, кто были в Турции, по-любому видели, насколько сильно они любят котиков и какие там счастливые котики ходят. И особенно в Стамбуле. Там котиков кормят, гладят и никогда не обижают. Я вот сейчас вспомнил, как в Стамбуле в кофейне рядом с нами на столе лежала кошка с котенком. Они там мило очень уснули, легли в клубочек и уснули. Да, да, да. И никто их вообще не выгонял. Да, да, да. Я это помню. Кофейня, по-моему, называлась «Нафталин», если я не ошибаюсь. Да. «Нафталин». «Нафталин» она называлась, да. «Нафталин». Так, может быть, они не уснули? На сегодня всё. Всем желаем хорошего воскресенья. Отдохните, наберите сил, потому что завтра не на работу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok